Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я придумала очень интересную, как мне кажется, новую рубрику для моего канала. Мы вместе с моей подругой, ее, кстати, зовут Лиана, будем ходить по разным салонам красоты и проверять качество оказываемых услуг. И все это кажется достаточно простым по звучанию, но на самом деле мы будем проверять самый дорогой салон красоты и самый дешевый салон красоты. Сегодня мы решили сделать наращивание ногтей с очень сложным дизайном. Выглядит это вот так. По условиям сегодняшнего видео мы решили договориться, что я пойду сегодня в самый дешевый салон красоты на наращивание. Кстати, это не результат, это просто мои наклеенные ногти, я их потом сниму, естественно. Сколько ты заплатила, так и скажем? 3 160 рублей. 3 160? Офигеть. Я заплатила 3 160 рублей за то, что мне сначала сняли маникюр, а потом его сделали. То есть с наращиванием, со всеми делами. С наращиванием, это очень круто. Сколько ты заплатила за свой маникюр? Я думала, что будет очень дорого, потому что это очень хороший салон. Я думала, мне сейчас скажут, ну ты что, 12-15, а мне сказали 6 490. Ну это очень нормально. Нормально? Ну да, это мало. Мне сняли ногти, мне не делали наращивание, потому что у меня свои ногти длинные, мне делали наращивание. А мы искали салоны, и нигде нет такой цены. То есть везде наращивание начинается, ну только 3000 плюс еще 2 года денег за дизайн. Лёна, зачем ты ее за руку держишь? Мне не ловится. Приседи, пожалуйста. Приседи, пожалуйста. Я буду вот так сидеть, чтобы вы не видели моих ногтей раньше времени. Да, я буду сидеть вот так. Все. Итак, короче, сейчас я расскажу, с чего все у меня началось. Давай. А тебе хороший был мастер? Я расскажу все тебе сейчас, и ты мне все расскажешь. Во-первых, я должна отметить, что с самого начала началась какая-то странная история. Я ехала туда уже, знаешь, достаточно такая серия. Ну все, сейчас пойдет по одному месту. Потому что я приезжаю, навигатор приводит меня тупо буквально к пятерочке. Не иронично к пятерочке. Что сказать, я приехала в мой салон. Мой салон находится практически на окраине Москвы. И он располагается вот в том вот магазине, где одновременно находится пятерочка. Давайте сейчас оденемся и пойдем туда. Предварительно, конечно же, я надену маску. Надеюсь, что мой мастер по маникюру тоже будет в маске. Оказалось, что, короче, у них навигатор показывает неправильно. Ты выбываешь один адрес, он тебе приводит пятерочка. А тебе нужно вообще в другое место. И в итоге я 20 минут просто наносилась вокруг домов и искала, куда мне нужно попасть. А у тебя же даже не было номера студии. Не-не, у меня был номер студии, я им позвонила. И они очень тяжело мне объясняли, потому что они очень удивились, когда я сказала, что я на машине. Они просто не знали, как попасть туда на машине, потому что навигатор действительно показывал другой адрес. И типа, что хочешь, то и делай. Жестко. Короче, ребят, неироничный трэш начался уже прямо сейчас. Я еще даже не добралась до места, но проблемы начались уже. И связаны они с тем, знаете, с чем? С тем, что здесь неправильно указан адрес. То есть адрес тебя привозит к одному месту, а по факту тебе нужно абсолютно в другое. И в бокаланте этого салона абсолютно ничего не написано о том, как вообще туда добираться и все такое. Когда я позвонила, мне просто типа, ну вот выходите из метро. А я такая, я не на метро. Они такие, ну мы туда не знаем. И я такая, ну вообще отлично. В итоге холодно, зима, и я таскаюсь между вот таких вот странных домов, которые очень длинные, в поисках салона, блин, красоты, чтобы сделать маникюр. Как можно не знать, куда пройти? Слушай, я вообще легко нашла свой салон. Мы, во-первых, ехали с подружкой, она там уже была. Мы такие, знаете, заказали мая, бог у нас, что у нас дорогое начало дня. Алиса в шоке, такая, типа, что, какого хрена, почему я не шел в салон? Почему я не поехала на мае? Вот, и мы приехали, все очень красиво, все светленько, навстречили. Но, знаете, есть такая особенность иногда в хороших салонах, что там администрация, например, такая, бич, типа, как бы ты ей должен. То есть она как бы на тебя смотрит высока, и ты чувствуешь себя неловко, потому что, ну, как бы ты пришел к ней в гости. То есть вот этого вот радушного соседства твоего дня. То есть полампу приема не было? Нет, нет. И еще вот эти минусы из-за коронавируса, что нельзя делать ни чай, ни кофе, ничего. Сейв. Да, поэтому, как бы, знаете, привычную, что ты приходишь в хороший салон, и тебе делать чай, кофе. А некоторые даже фреши предлагают, да. Ого. Ну, это я в такие дорогие не ходила, извините. Вот. И там мне ничего не по тебе не предлагают, и ты такой, блин, а может у меня чай с конфеткой? А они такие, нет, нельзя. Она попросила воды, и воды нам дали. Кстати, с чем вас ассоциируется Новый год и вообще весь этот период? У меня в этом году это адвокат календарик, у них было целая куча на моем канале, и просмотр сериальчиков. И вы сами понимаете, что в этом году лучше большую временную часть проводить дома. И, короче, сегодня я начала смотреть сериал «Настя, соберись» на кинопоиск HD. И мне прям, ну, очень нравится. Во-первых, героиня – это девушка-дизайнер, которая максимально сильно увлечена своей работой. И, в принципе, у нее в жизни все замечательно. А потом начинается жесть. Ее муж изменяет ей подруга, ее увольняется работа, она обращается за помощью к своей маме, а мама, знаете что, а мама ей говорит, как бы, «Сама решит свои проблемы, дорогая моя». Весьма интересно. Мне в целом нравятся, знаете, такие сюжеты, когда у персонажа изначально все прям супер-мега хорошо, а потом он опускается на самое дно, и вот этот вот момент преодоления, как ты вернешь свою обратную жизнь, или как ты даже, наоборот, улучшишь свою жизнь, после того, как ты упал на самое дно, меня очень сильно мотивирует, и мне очень-очень-очень нравятся такие сюжеты. В принципе, в последнее время я очень часто смотрю онлайн всякие сериалы или фильмы, ну, и вы тоже смотрите. Смотрите тысячи фильмов и онлайн-сериалов на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» по подписке «Плюс мульти». Оформляйте подписку «Плюс мульти» по моему личному промокоду «Лиса Соберись» и получите первые 45 дней абсолютно бесплатно. Помимо этого, подписка дает вам огромное количество преимуществ, например, скидку в Яндекс.Музыке, скидки и кэшбэки во многих сервисах Яндекса, а также, например, та же самая скидка на Яндекс.Такси или Драйв. Более того, вы к этой подписке сможете подключить целых трех человек, и эти люди также смогут смотреть кино, слушать музыку и тоже получат огромное количество бонусов. Кстати, напишите, какой у вас самый любимый сериал или сериал, который вы посмотрели в последнюю очередь, и он вам безумно сильно зашел. Ну и не забывайте заглядывать за моим личным промокодом «Лиса Соберись», который вы найдете в описании, и, да, переходите по ссылке и организовывайте себе все это добро. Ссылку на сериал «Настя Соберись» и ту самую бесплатную 45-дневную подписку Яндекс. У меня было абсолютно то же самое. Я когда пришла, мне сразу сказали, что, к сожалению, мы не можем вам дать чай или кофе, но если вы хотите воды, то вот тут и одноразовый стакан, и вот тут кулер, типа, вперед. А, типа саванной лей. Да. Слушай, у меня первое впечатление про салон вообще такое сложилось, но, во-первых, это была все-таки не пятерочка, поэтому, когда я пришла не в пятерочку делать себе маникюр... Да, и не в подвал, у меня настроение лучше. Это был просто второй этаж жилого дома. Ну, мая, мая. Это был не подвал. И, значит, я захожу, у меня встречает администратора. Она абсолютно адекватная, то есть милая девушка, не как вот в твоем случае, вот без вот этого вот всего, а очень няшка. И она мне сразу говорит, здесь поешаем куртку, а вот вам одноразовый набор инструментов. Она просто выдает мне на рецепшене одноразовый набор инструментов, которые все были запечатаны, все были в индивидуальной упаковке. Это было очень круто. То есть перед того, как я увидела его мастера, мне сразу выдали вот этот вот пакет, и я пошла вместе с ним. Так, слушайте. Индивидуальный наборчик, это хорошо. Еще я обратила внимание, что у них в салоне везде была разлиновка, то есть у них был реально принцип столов один через один, то есть там действительно держали дистанцию. Мастер был полностью упакован в камукуляж, то есть она была прям в этом защитном каком-то одеянии, у нее была шапочка, у нее была маска медицинская, которая она не спускала себе ниже носа, то есть у нее прям вот так вот все было. Ну и, естественно, у нее были перчатки, то есть, честно скажу, я ожидала совершенно другого. Я прям в леса ожидала, но было все очень цивил. Наверное, мне предложили надеть бахилы, у меня мастер был полностью одет, нас заставили надеть маску, то есть я должна была сидеть все время в маске. Я тоже в маске сидела. И когда я один раз сняла эту маску, у меня просто уже очень заболели уши, зашла какая-то женщина, проверяющая, видимо, которая ходит по этому ТЦ, и меня попросили опять надеть маску, то есть как-то все очень жестко. Пока Алиана делает себе маникюр, у нас надели маски, потому что здесь все официально, нас без масок не пустили. Вот, короче, сидит там, скрытая камера работает на максималке. В общем, я захотела блестки с другой стороны ногтей, но мы понятия не умели как-то убирать, но мне говорят, что сейчас реально и уберем. Круто. В общем, мы решили делать длинные, острые ногти. Одноразового набора инструментов не было, ну, то есть не тот, который вы давали, который можно брать с собой. Ты могла с собой забрать? Да, могла с собой забрать, мне предложили, но я отказалась, потому что мне не нужно. Ну да, просто зачем? Вот. Но было все из сухожара, то есть все в картонных пакетиках, запечатанных, все при ней вскрыли, то есть никаких вопросов вообще к этому не было. Супер удобно, что есть зарядки прямо рядом со столом, то есть вот зарядка USB, и вот не делать на нее. Потому что я забыла зарядку, у меня разрядился телефон, и тут можно поставить, спокойненько заряжать. Мне дали проводочек, все выкнули, очень удобно. Когда я пришла в салон, я стала изначально, знаешь, в позиции провокатора. Я же люблю провоцировать людей и докапываться. Да, мне было интересно, как думаешь, совести. И, значит, честно скажу, это не оправдало моих ожиданий, так что здесь не будет какого-то хода контента, который, возможно, вы все, включая, тебя ожидаете. Потому что я начала с того, что типа, ой, смотрите, какой плохой мне маникюр сделали. Сначала мне еще придется, правда, снять вот эти вот штуки, потому что у меня уже, видите, ногти накрашены. И показываю ей мой старый маникюр с шалаком. И тут я ожидаю услышать, ну, как бы, классическую историю, типа, ой, как плохо вам сделали, не охотите больше туда, девушка прохотите, только к нам в салон хороший, так, ну, плохой. Она ничего мне не сказала. Она просто сказала, типа, ну, давайте снимем. Все, это единственное, что она сказала. Она даже не стала, ну, вот это вот говорить, то, что говорят обычно в 99% случаев, даже в очень дорогих местах. Всегда засирают. Всегда засирают. Других мастеров. Когда ты приходишь к другому мастеру, тебе обязательно, неважно, даже если там окрашивание за полмиллиона рублей, тебе его обязательно обосрут просто и вдоль и поперек. Это как бы классика. Но здесь это был первый салон, где мне ничего не сказали, просто ничего. Она просто молча стала снимать маникюр. А мастер приятная сама девушка? Вообще максимально. И мне понравилось, что она не лезла ко мне с разговорами, но если я что-то у нее спрашивала, она мне нормально, развернуто отвечала, а не на твали. И это, типа, круто, потому что, ну, иногда мастера бывает или слишком много говорят, или вообще ничего не говорят. Это серия, типа, А. Пришла делать новый маникюр. Вот мои, короче, ногти дома. Сейчас будем все снимать и делать новые. Покажу вам результат. Еще что, у меня низкий болевый порог, поэтому спокойно можно что угодно делать. Что, будем наращивать, да? Перед наращиванием тоже, да, нужно форму придать, чтобы лучше наращивание легло, или как это? Форму придаем, чтобы по этой форме впустила остальная длина. А. Я просто наращивание очень-очень-очень давно делала, поэтому это же не помню. Вообще, к тому же делаются. Мне лень в последнее время была. Ну, если честно, убираю. Ну, все, но я не буду убирать. Только, ну, после, когда будет уж наращивание в свои отрасли. А, типа, под ним, да? Да. Кстати, как думаете, сколько по времени займет? Я никогда не спешу, просто, чтобы знать. Ну, три часа. А, окей. Ну, там нам выделили четыре часа. А, ну, на всякий случай, да, чтобы наверняка... Окей, хорошо. У меня была девушка очень приятная мастер. Она милая, вежливая, спокойная, но у моей подруги мастер была очень строгая. Строгая? Да, она прям такая, руку, девушка, руку. Вы сейчас трясетесь. Я говорю, вы такая строгая, знаете, как будто вы сейчас ее накажете. Она такая сразу, а, нет, я, да? Вы знаете, люди сразу теряются, когда им что-то говоришь. Вы такие, ну, когда говоришь, указываешь, что это прямые недостатки, они сразу меняются. Когда мне сняли маникюр, произошло то, чего я не ожидала вообще, чтобы когда-либо произошло. У меня спросили, а мне есть 15 лет? Я такая, че? Че? Реально? Не-не-не, мне есть, у меня за 18, у меня права с собой, если что. И она такая, а, ну, просто вы, типа, выглядит очень молодо, но нам, типа, нельзя делать маникюр тем, кто моложе 15. Офигеть. И я такая, ну, а не корея, шо я, шо такое? И дальше она мне начинает объяснять. Ну, да. А, серьезно, да, я просто вообще не в теме? Здесь разрешение родителей нет. Правда, да, сейчас не делают, интересно. Тебя не заставили показать паспорт? Нет, но она, видимо, видела мое охерение просто, и поэтому ей все стало ясно, но я скажу, еще я право покажу, как бы, но, а, ну, ты не, Лан, не надо. Ну, в целом, я вот сиреней брюхов и сыречила. Растели ногти, пока так непривычно, с этой длиной прикольно вообще выглядят, конечно. Все опять начнутся. Ой, а ты такие красивые пальцы, ааа. Отвечу, вот этой вот картинкой хватит трогать мои пальчики, нормальные пальчики. Меня не спрашивают, уже ли я на 15, причем, даже при условии, что моей подружке красиво пьешь. Ей 16, ей 16, и ее не спросили, типа, если вам... Подружке 16? Да, ее не спросили, это не иронично? Реально? 16, у вас согласен, что проблема. Смотрите, в чем проблема. Все ногти, под ногти растут ровно, а указательный растет вниз. Мы сейчас сняли все наращивание, которое у меня было, у меня кончики были наращены, и сейчас будем выравнивать указательный, пальцы так, чтобы они не выглядели крюком вот таким вот, а выглядели ровненько, как остальные ноготочки. Только посмотрите, какая магия, все прекрасно. У меня теперь ровный, указательный ноготь, такой же, как и все. Вы помните, какой он был загнутый, коготь, а теперь он идеально ровный. Снимают, короче, с меня маникюр, дальше начинают делать его. И мне очень понравилось, что мне сразу сказали, что у них есть очень много разных вариантов лака, и какой лак из какой ценовой категории я предпочитаю. То есть, мне не предложили сразу бахнуть самое дорогое, а мне сказали, типа, есть вот такой вот, вот такой вот, рассказали отличие одного лака от другого, и почему этот стоит дороже, и этот стоит дешевле. Ну, я, естественно, стала выбирать самый дешевый, потому что такой смысл. Потому что в этом смысл видео, и мне не стали даже втирать, да, да, тут вообще контент, ребят, понимаете, мне не стали втирать, что типа, Серёга, лучше возьмите вот этот вот лак, который стоит там дороже, потому что он будет лучше или более стойким, то есть она просто, когда я сказала, у меня более дешевый лак, она такая, вот, и это реально, я не знаю вообще, что происходит, ребят, вообще в этой вселенной все перевернулось. Да, давайте по цвету посмотрим. Какую вам палитру дать? Легкие, обычные? Мне хочется, чтобы цвет был максимально близок к моему вот этому, чтобы, ну, оно не так активно отрастало. Вот эти вот, миловые. Вот из этого, да, выбирать? Давайте обычный, наверное, посмотрим. Так. Мне кажется, вот этот вот симпатичный, что скажете? Или другой посоветуете? Нет, в один слой то красивый, потому что у них основа-то белая идет. А, я поняла. Немножко темнее, но вот этот хороший цвет. Хороший, да? Да. Ну, давайте тогда его возьмем, потому что, или вот этот вот еще. Да, да, да. Вот этот вот, 0,4, по-моему. Не, вот 0,5 все-таки поближе. Да. 0,5. Или 600. Какой вам больше нравится? 0,5 или 600? Я могу и то, и другое принести, посмотрим. Давайте, давайте. Это прям приятная штука выглядит. Симпатичная, вообще не упаковка такая. А это самая обычная паза, которая еще нашла где-то, или это что-то другое, которая специально под гелевый лак? Под гелевый лак. Ну да, ну в смысле, не под гелевый лак, а под наращивание, это мило в виду. Мы сейчас градиент, да, будем делать? Угу. А у меня там на картинке еще маленькая луна, по-моему, с одной стороны, а с другой стороны, что-то еще не помню. Тоже луна, наверное. Тоже луна. Сможем, да, нарисовать? Да. Класс. Ну, кажется, должно быть красиво. С одной стороны, черный градиент, с другой белый. Угу. Не было неловкости говорить тебе, знаешь, обычно, когда тебе приносят, и говорят, типа, какой по цене выбрать, тебе неловко сказать, ну мне, пожалуйста, подешевле, даже если, ну реально нужно, подешевле, потому что ситуация у всех бывает разная. У меня не раз, привет. Здоров. У меня не раз была ситуация, когда, ну как бы, типа, денег немного остается, и тебе приносят, говорят, ну что, и ты хочешь быть дешевле, но не можешь, потому что неуловко. Вот, ты знаешь, это твое избавляться тебе, дорогая моя. Значит, тебе нужно пройти крещение огнем, и брать везде все самое дешевое. Жестко. Кстати, неироничный факт, у нас же был магазин, типа, и когда у нас был магазин, наоборот, очень хорошо, когда клиент к тебе приходит, сразу говорит, ну, например, там 200 рублей, и все, никто никому не делает мазки, никто не тратит время, ты наоборот, этого клиента очень сильно набоготворишь, потому что, ну нет вот этого вот такого, типа, ничего такого. Согласна, согласна. Так что, нужно избавляться от этой вот фигни в голове, да? Бедная, Да, у вас есть такая же фигня, как у меня, чтобы неловко сказать про самое дешевое, или вам еще ох, и вы говорите легко. Мне раньше было очень неловко, но потом я спокойно захожу во все магазины, есть даже у меня там совершенно смешной какой-нибудь бюджет, серия там 500 рублей, я говорю, у меня там 500 рублей, что я могу на эти деньги купить. Все, как бы. Круто, круто. Это что, это за какой-то внутренней уверенности в себе, и ты такая, мне пофиг, что вы о нем подумаете, у меня там столько денег. Как правило, у них просто, у любых людей, которые работают в этой сфере, у них так много клиентов, у них так много вообще всего, что им просто абсолютно наплевать, конкретно, сколько у того или иного человек денег, им главное, чтобы он хоть какую-то копейку оставил на кассе. Факт, я работала в ЦУМе, такой неожиданный, интересный вопрос. Внезапный ворот. Да, и много моих знакомых говорили, что им вообще не нравится ЦУМ, они снять туда заходить, а как именно они смотрят консультанты, и так далее. Когда ты работаешь в ЦУМе, там настолько мало людей, что ты стоишь колом весь день, тебе очень скучно, и ты рад любому человеку вот просто тупо поговорить, пообщаться, типа рассказать ему о продукции, о товарах. Поэтому вообще не надо даже снять такие дорогие магазины, потому что там реально скучно. А когда хоть кто-то приходит, тебе можно поговорить. Меня любят в Праде. Я к ним то в париках, за 700 рублей с Аликом приду, то в Слежамин приду с каким-то аниме, и просто они все с меня рожут, меня очень любят в Праде в ЦУМе, так что я вас тоже люблю. ЦУМ, правда, сотрудничество, ссылочка в почте в описании. Блин, новое слово привязалось теперь, но будь постоянно на этом канале, пока мне не надоест. Какое? Неиронично. Неиронично. Неиронично, хорошо. И вот, начинается дальше у нас покраски ногтей. Конечно же, самый такой момент X, потому что, в принципе, форма мне уже нравится, то есть мне все окей, мне все устраивает, и я понимаю, что, возможно, запакапить сейчас только так, вообще просто на раз, два, три. И она достает вот эту штуку. И я такая, что? Что это за штука такая была? Я такого даже ни разу не видела нигде. Это аэробраф. О, мы им будем гаден делать? Блин, прикольно. Я никогда реально не видела, им я никогда не делала аэробрафом. Сейчас мы аэробрафом сделаем. Смотрите. Мне кажется, будет очень здорово. Обалдеть. Распольный. И она просто берет аэробраф и начинает делать мне маникюр. Я была в огромном количестве салонов. Мне никогда не делали маникюр аэробрафом. Я даже не знала, что эта штука существует. Это меня настолько сильно вынесло. Понимаете, когда ты идешь в салон красоты, который находится на крайней Москве, вот последние что-то ожидают, каких-то новых каких-то технологий. Это просто как? Это выглядит очень круто. Это прям очень круто. Я когда ходила, делала маникюр, но я тоже очень часто делала себе градиент тоже, типа там вот с прозрачной подложкой, потом там яркие какие-нибудь розовые, черные, тоже делала часто. Но мне делали обычно кистью, и это даже близко настолько красиво не было, как вот вы сейчас делаете. Я просто в восторге. Это очень круто. Теперь их закрывать током, да? Да. Держите. Кистью же так не сделаешь, да? Это вообще нереально абсолютно. Выглядит просто очень красиво. У меня шок. Знаешь, самое прекрасное, что у меня в салоне не было аэрографа. Потому что у меня в салоне он сломался, а у лица в салоне был аэрограф. И знаете что? Меня об этом никто решил не предупреждать, потому что ну окей, у нас сломался аэрограф, ладно. Типа, а можно было бы мне сказать, я возможно бы пошла в другой салон, подобрать на другого мастера, другой салон? Нет. Просто вы же записались, приходите, все. Мне понравилось, что мне мастер сказала, что у меня больше подходит аппаратный маникюр. То есть обычно мне никогда... То есть меня спрашивают, всегда вы будете делать аппаратный, комбинированный, обрезной, я выбираю обычно комбинированный. А мне говорят, окей. А тут мастер включилась, она говорит, ну а для вашего типа котикулы больше подходит аппаратный маникюр? Аппаратный маникюр вы делали когда-нибудь? Без обрезания. Без обрезания? Не помню, возможно. Вы хотите просто сделать аппаратный? Вам бы, да. Да? Мне кажется, да. А котикулу не обрезать тоже? Почему она обрезается? Просто зашлифуется сразу. То есть не надо сначала срежать, потом зашлифовывать. Можно ее сразу зашлифовать? Без обрезания? Без обрезания. Да, без обрезания. Это и быстрее, и она меньше нарастает со временем. Если в аппаратный маникюр делается, у вас котикулы меньше и меньше растет. Хорошо, давайте попробуем сделать просто аппаратный. Поэтому мне понравился такой, знаешь, подход, не на пофиг. А вот на вашем месте, к вашим ногтям делала бы то-то, а вот это вот это. То есть это было приятно? Это круто. Вот в моем случае мне никто не предлагал ни аппаратный, ни какой-либо еще маникюр. То есть мне просто сделали сначала, ну мне комбинированный сделали, короче, маникюр. Какие-то моменты мне удаляли аппаратом, какие-то моменты она взяла кусачки и удаляла кусачками. Но что также мне понравилось, она изначально сказала мне, что у вас типа вот на этом ногте и на этом ногте есть заусенцы, давайте мы их уберем, но может быть типа, ну, покраснение или будет неприятно. Это круто, но вот по поводу вот того, что обрезать или не обрезать, меня не предупредили, это уже не круто. Обрезанное или нет? Надо обрезать или не надо обрезать? 16 лет возраст согласен. А что предпочитает, что нет? Привет, салка. Мне понравилось, что у меня в салоне, когда, например, мне уже вроде бы сделали три слоя покрытия, но мне казалось, что у меня немножко есть пробел, она такая, все, сейчас исправим, сделаем. То есть абсолютно без какого-либо или без каких-то эмоций, она абсолютно спокойно взяла, нанесла еще один слой, и все было супер. Сейчас будем выбирать бортовый цвет. Смотрите. Конечно, по густоте подобрать, я вам предлагаю вам, где еще взять. Или... Где он, где он? Ну вот этот, наверное, сильно будет. Наверное, да, этот сильно такой. Наверное, лучше потемнее. А на какой вы сейчас предлагаете? Вам? Мам. Я смотрю, я посмотрю на себя. Давайте, если снимаете, я другую палитру найду, которая по симпатичному. Нет, это вообще в порядке. Ничего страшного. Это же. Наверное, да. Наверное, вот этот лучше. Он прям темный. У него более такой бордовый потон, а у этого более сиреневый. Кажется, второй слой вам лучше будет снять. Первый прям почти не видно. Лучше снять, чем вы снять. Хорошо. Ну что, давай сравним наши маникюры, как у нас получились. И вы напишите честно, как вы думаете, какой из этих маникюров дороже. Давай. Ну все, погнали. Раз, два, три. Вам. Вам. Ну что скажешь? Давай, оценим мой маникюр, пожалуйста. Слушай, ну если сравнивать наш... Давайте по рукам. Давай по рукам. Белый с белым. Смотри, у нас, кстати, очень похожи. Белый. У меня просто больше розовый, у тебя больше телесный. Да. Мне кажется, что у меня... Да блин, у тебя отличный маникюр. Ну вообще ничего не скажешь. Вот по факту. Не докопаешься реально. А как тебе форма ногтей сама? Что ты скажешь? Форма ногтей отличная, наращивание хорошее. Тут вот все под потехло покрытие. Здесь идеально белое, растушеванное аэрографом. Просто прекрасно. То есть, типа, ну, охренительно. Типа мы подбирали под мою ногтевую пластину. 3000, да. 3000 за маник, с наращиванием. И еще за снятие. И за снятие еще. Еще, то есть, креативно. То есть, здесь же это не просто тебе наращили. Это работа. Я сделаю важное пояснение. Просто, если, например, вы живете не в Москве, для вас может быть казаться, что 3000 это шо? Шо 3000 это такая хорошая цена. Потому что, когда я жила в Ангарске, мне сказали, ой, маникюр всего 3000. Я бы такая, вы что, с ума сошли? Вы что, зажрались в Москве? 3000 это дофига за маник. Но тут реально просто цены совсем другие. И поэтому 3000 за маникюр, это, ну, супер дешево. С учетом того, что все ногти наращены. И на каждой ногтей дизайн. А аэрограф считается дизайном. И когда я смотрела салон, там за каждый ногт брали 400-500 рублей. Да, это правда. Это абсолютная правда. У нас примерно такие цены и есть в Москве. То есть, 4000 было бы только за дизайн. Сколько, интересно, платит Аркелян за маникюр? Долларов 500 за свой, наверное, она отдает? Ну, ее 15-20. 15-20 тысяч. Да, 6 тысяч может стоить. Я думаю, что в следующем видео мы можем с тобой повторить маникюрку Карина Аркелян. Что ты думаешь? Или как у Даши Граф. Ребят, напишите, чей маникюр, какого блогера нам повторится в следующем видео. Потому что мы хотим проверить. И следующее задание, мне кажется, вообще надо будет найти еще более плохой, еще более хороший салон для выполнения. Да, потому что я думала реально, что он будет дороже. По факту, 6,5 тысяч вообще недорого для Москвы. Хотя цена действительно приличная. Надо найти, будет дороже. И в следующем видео мы сделаем интереснее. Если в этом видео мы с Лисой заранее договорились, думаю, кто какой салон пойдет. Потому что мы предполагали, я хожу с маникюром, и я люблю ногти. А Лиса, типа, ну... Я всегда сама себе делаю маникюр, просто обычный черный. Вот, и поэтому мы подумали, если ей сделать плохо в дешевом, она просто снимет и забьет. А если ей делать плохо, а у меня свои ногти, они сломаются, будет грустно. Да, поэтому в этот раз мы решили, да, распределиться. На следующий раз мы будем делать какой-нибудь жребий. Так что если вы посоветоваете какие-то идеи, как его можно кидать, то будет здорово. Да, будем делать жребий и узнавать, кто и знает где. Ну, короче, какого блогера повторит маникюр, вы будете решать. Обязательно напишите и ставьте лайки, не забывайте. И подписывайтесь на канал. Ну, если Карина, это вот такие ногти, это жопа. Ну, придется вот такие ногти делать, если за них проголосует, что поделать. Придется.